Хотелось бы посмотреть технику, послушать директора предприятия, какое количество песко-селеной смеси было приобретено, какое количество техники было отремонтировано. Подготовлено к уборке дорог 61 единиц техники. В наличии сейчас в строю 98, 3 единицы техники стоят в блоксе. Это незначительные поломки, которые в течение дня-два будут готовы выйти. Также на дороге будут готовы к уборке. Значит, закуплено нами 6 тысяч тонн песка, соли закуплено 690 тонн. В настоящий момент 20-процентной соляно-песчаной смеси уже замешано 1500 тонн. 10-процентной на сегодняшний день замешано 800 тонн. И мы продолжаем замес делать каждый день, пока еще позволяют. Потребность годовая песко-соляной смеси какая у нас? Средняя потребность, как раз вот как мы закупили за последние 5 лет. 4,5 тысячи, у вас еще запас есть на текущий год. То есть вы купили с запасом? С запасом. С запасом зарега. Поэтому как бы все готово. Мы продолжаем также делать это 10-процентную песко-соляную смесь. И будет где-то тонн 400. Мы сделаем, подготовим 30-процентную смесь, чтобы быть готовым, не дай бог, к ледяному дождю. У нас заключаются договора на уборку дворовых территорий. Мы заключаем договора на очистку наших веселых, которые у нас на Талиске. Мы также привлекаем дополнительные посторонние организации, в зависимости от количества нормативных, в какой снег у нас попадает. По технике, на самом деле, неплохая ситуация. Складываясь на территории города, понятно, что техники не хватает. Хотелось бы еще приобретать это дополнительно. В том году было приобретено 3 пылесоса Меркатор. Спасибо большое Вячеславу Викторовичу. Володину, что оказал на помощь приобретение этой техники. Было приобретено 3 КАМАЗа, 3 КДМки. На следующий год мы планируем приобрести убор и автокран в рамках клизинга. Надеемся, что в этом году у нас дороги будут. Надеемся, уверены, что будут нормативные состояния. Нет никаких сомнений, предприятия работают, коллектив на месте. Техника подготовлена, пескостная смесь готова. Те проблемы, которые будут возникать, будем с ними, соответственно, работать ежедневно.